Наш фильм я бы хотел начать с истории, которая произошла более 200 лет назад. Немецкий писатель Гёте издает роман «Страдания юного Вертера». Этот роман о молодом человеке, который совершает самоубийство. И он производит такое глубокое впечатление на своего читателя и делает не только знаменитым Гёте, но вызывает массовую волну самоубийств по всей Европе. Волна столь масштабна, что власти ряда стран вынуждены запретить роман к изданию. Социолог Дэвид Филлипс, который изучал подобные случаи, провел исследование, которое показало, что после каждой публикации информации о самоубийстве в газете количество самоубийств резко возрастало. Он проанализировал данные в Соединенных Штатах Америки в период с 1947 по 1968 год и обнаружил, что после каждой публикации количество самоубийств на этой территории увеличилось на 58 человек. Представляете, каждая публикация уносила жизни 58 людей. Между тем эти люди могли бы жить. Современное кино, оперирующее зрительными образами, мощно воздействует на человека и по праву занимает одно из первых мест в ряду искусств. Сергей Михайлович Эйзенштейн Интересно проследить, как кино влияет на установку социальных ориентиров. Например, в 1955 году в Соединенных Штатах Америки начинается общенациональная борьба чернокожего населения за свои права, лидером которой стал Мартин Лютер Кинг. Она сопровождалась демонстрациями и стычками с белым населением. А в 1968 году Мартин Лютер Кинг был убит. Это вызвало массовую волну протестов и демонстраций в стране. И для того, чтобы снять социальное напряжение, в кино вводят негласное правило – наличие чернокожего героя. Причем, если в кино появлялся отрицательный чернокожий персонаж, то обязательно должен появиться и положительный чернокожий герой. Социальный накал был достаточно быстро снят. Поэтому у меня мнение такое, что если ты понимаешь, что ты делаешь какой-то массовый зрительский продукт, то ты, безусловно, несешь ответственность за те последствия, за те действия, ощущения, эмоции, которые ты вызываешь в огромном количестве людей. Потому что это огромное количество действий формирует социальную среду и дальше формирует социальную повестку, в которой ты же и живешь. В случае Джохера – это обращено именно к массовому зрителю с осознанием манипуляции. Не манипуляции даже, а внедрение в зрителя вот этого провокативного, такого радикального восприятия действительности, что хватит терпеть и, как сказать, надо бороться с реальностью любым способом, чтобы доказать, что ты существуешь. И сейчас очень большие отголоски в Америке из-за этого фильма, кстати говоря. Но, конечно, чаще мы встречаемся с более простыми способами воздействия кино и телевидения на человека, будь то продажи автомобилей, бытовой техники, телефонов. Например, в фильме «Матрица» использовалась скрытая реклама телефона Nokia, где главный герой его использовал. И после этого это привело к массовому спросу на данную модель телефона. Product Placement – это отдельная секция рекламы и пересечения рекламы и кино, старинная уже довольно, которую на русский можно было бы перевести как упоминание товара. Это означает, что у вас в кадре появляется либо товар, сигареты, машины, часы, все что угодно, конкретная вещь, либо услуга, которая является необходимой характеристикой либо героя, либо сюжета. Знаете, можно услышать от кого-то, что все эти манипуляции на меня не действуют, или что-то подобное. Но штука в том, что корпорации тщательно считают свои затраты, и стоимость скрытой рекламы очень высокая. Если бы им это не было выгодно, зачем они несли бы такие издержки? В новейшее время у меня был первый проект по Product Placement, такой постсоветский, написанный и сделанный. И по этому проекту у нас появились таблетки Ментоз, ментоловые в фильме «Тесты для настоящих мужчин». Если за ними холодильник Бош в фильме «Любить по русски 3», в фильме «В движении» была водка «Русский стандарт». Обычно никто не может даже сказать, где она там стоит, потому что твоя задача сделать это так, чтобы этого никто не видел. А что если результатом просмотра фильма стало не просто приобретение телефона, а кто-то заплатил ценой собственной жизни? Считается, что в российском кинематографе Product Placement начался с фильма «Особенности национальной охоты». Завод в Балашихе. Именно здесь производили водку, которую так активно пропагандировали в фильме. Когда вышел фильм, она была просто на расхват. Длинные очереди тянулись прямо здесь, вдоль улицы. Не секрет, что одна из основных причин преступления в нашей стране является алкоголь. Если взять статистику по местам лишения свободы, то мы увидим, что 60% изнасилований, 74% убийств, 63% ДТП, повлекшие смерть человека, совершены в состоянии алкогольного опьянения. Для кого-то эта комедия вылилась в трагедию на всю оставшуюся жизнь. Сегодня кинематографа нет отечественного. Его же не существует отечественного кино, его нету, просто его просто нету. Оно вышло из категории искусства. Понятие кино вышло из категории искусства. Она появилась в категории продукт. Что обсуждают на любом кинофестивале, типа коллеги? Кто сколько заработал, у кого какой бюджет, сколько копий, картины? Только это, поверьте мне, и это произошло лет 15 назад. Ну как, почему? Потому что мы вот такое общество, мы любой ценой уважаем человека, у которого есть деньги. Даже если мы знаем, что у этого человека деньги грязные, все равно артисты поют на его дни рождения. Тоже за деньги. У нас нет этого, у нас нет этого порока. Поэтому деньги любой ценой. Успех картины измеряется как в России. Бокс-офисом. Сколько собрали. Поэтому я не занимаюсь кино, занимаюсь театром. Они действительно в этом смысле дикарей. То есть это люди, которые... Это охотники, мало отличающиеся от тех, кто бегали за мамонтами. Просто у них как бы другие, более серьезные, развитые способы добычи этого мамонта. И мамонт, в общем, зеленый и бумажный. А так, по большому счету, у них одна концепция. Прибыль. Больше ничего. И в этом смысле они используют... То есть они ответственности как раз для себя внутренне не несут. Возлагаем ли мы на них ответственность? Это уже тоже отдельный разговор. Но если коротко, я возлагаю. Но опять же, что они будут делать с моим возложением ответственности на них? Да, не плевали на это, в конце концов. Живописец, смотри, чтобы алчность к заработку не преодолела в тебе чести искусство. Ибо заработок чести куда значительнее, чем честь богатства. Леонардо да Винчи Мы видим, что зрителю предлагают определенную систему ценностей и тип поведения, которые пропагандируют через образы героев и антигероев. Вот, например, интересное исследование бразильских ученых. Ученые проанализировали демографические данные с 1971 по 1991 год и сопоставили их с появлением в различных районах главного мыльного канала страны ТВ-Глоба. Оказалось, что в регионах, где начиналась трансляция ТВ-Глоба, снижалась рождаемость и увеличивалось число разводов. Всего, по подсчетам ученых, из-за сериалов за 20 лет в стране родилось на 3 миллиона детей меньше и произошло на 800 тысяч разводов больше. Можно сказать, что после просмотра каждого фильма мы немного становимся другим человеком. Пусть на миллиметр, но другим. Но каждый год мы просматриваем сотни часов таких видео. Если сложить все изменения, то мы увидим, что в сущности это нас и формирует. Фильмы формируют мировоззрение человека. Их нельзя выбросить из головы, из души. Я, как захватчик, хочу захватить людские умы, вложить в головы зрителей некие идеи, образы. Режиссер Вим Вендерс. Попытгоняй быстрей, пока нет никого. А ты чего здесь шестеришь? Да делать нефиг. Бабок нет, батя пухает. Ну и чего? Я вообще без отца рос. И в люди выбился. В этой жизни пока сам не возьмешься, никто тебе подарков не сделает. Многие работники полиции помнят рост преступности среди молодежи после выхода фильма «Бумеры бригады». Многие ребята под воздействием этого кино хотели походить на своих героев. И каков результат? Тысячи убитых ими людей, изнасилования, десятки тысяч исковерканных судеб. Давайте посмотрим интервью одного из актеров. Сериал «Бригада» — это преступление против России, в котором я участвовал. Для меня, как для актера, сериал «Бригада» принес пользу, известность, а для общества людей вред. Вред в том, что мальчики хотели стать бандитами. А так нельзя. Нельзя спасти мир с помощью зла и насилия. Интервью заместителя начальника Главного управления МВД России по Москве генерал-майора Аркадия Гостева на тему того, почему несовершеннолетние совершают преступления. В полиции проводили специальное исследование, которое показалось, что на поведение подростков сильно влияют фильмы, которые крутят по телевидению. Если подросток постоянно видит на экране распрекрасную жизнь криминальных авторитетов, которые курят, пьют и при этом купаются в богатстве, понятно, что они будут им вторить. Полицейские отмечали всплеск подростковой преступности после того, как на экраны вышел сериал «Бригада». Причем малолетки шли на преступления не поодиночке, а сплачивались в реальные банды. После выхода телесериала «Бригада» мы расследовали дело о создании молодежной группировки в Калужской области. Там группа молодых подростков, старшему, которому было 14 лет, формировались в молодежную группировку и стали совершать права нарушения. Значит, руководитель группы, ну, как назовем его, лидер, даже называл себя кличкой «Белый» в соответствии с названием лидеров телесериалов. А для них этот фильм был как, скажем так, как средство к действию, призыв к действию. Начало их действий было это с грабежа киосков, потом телесные повреждения. Ну, хорошо, их вовремя остановили, не дошло до убийства. Но фактически вот это единственный фильм для вот этой группы подростков поломал всю их жизнь. О, извини. Я тогда очень дружил с компанией, которая занималась производством как раз фильма «Бригада». У нас были очень дружеские отношения, мне предложили этот проект. Вот. Но я отказался. Почему? Ну, причина главная в том, что я всегда боюсь вот этой романтизации, романтизации криминальной философии. Это навязывание стереотипа, навязывание правил поведения. Это утверждение того, что вот агрессия — это круто. Вот в этой всей истории про бригаду, про парней, которые-то очень крутые, для меня самое страшное — это матери, которые рыдали, на полу валялись, рвали на себе волосы. А потом я этих матерей видел возле тюрьм. Я сам в этих очередях стоял. Стоял с такими сумками клетчатыми, сигареты, колбаса, хлеб, трусы, носки. Понимаете? Вот когда ты постоишь в этих очередях, ты начинаешь на мир смотреть по-другому. Потому что вот это с пистолетом, и вот это круто. Да. Да, круто. Но потом начинается другое. Никакой романтики там нет. Никакой романтики в этом нет. Никакой красоты, никакого героизма. В этом есть кровь, пот, страдания и проклятие. У кино должна быть миссия. Ну, как у любого художника, я с детства занимался живописью. Не рисовали картины не во славу Бога. Ну, изначально. Картины рисовали во славу Бога. А не во славу голой же. Поэтому те люди, которые берут на себя ответственности и оправдывают себя, что они снимают фильмы развлекательные, да, хотят заработать, но у них не получаются, они тоже берут на себя ответственность. За тех людей, которые их развлекали. Что они по дороге сделали? Что они по дороге делали? Кого не затащили в эту грязь? Ну, этих зрителей. Сколько затащили? Берите, ходите. Ваше право. Покупайте кашемировый пиджак, потом на заработанные деньги. По мнению экспертов, ситуация еще более усугубляется тем, что прежде всего дети и подростки подвержены манипуляции кино и телевидением. У них недостаточно знаний и жизненного опыта. Они как будто завязанными глазами. Наверное, многим известен памятник Михаила Шемякина «Дети жертвы порока взрослых». Композиция задумывалась и осуществлялась мною как символ и призыв к борьбе за спасение сегодняшнего и будущего поколений. Я, как художник, этим произведением призываю оглянуться вокруг, услышать и узреть то, что происходит. И пока не поздно, здравомыслящим и честным людям надо задуматься. Михаил Шемятин Очень интересный памятник. Действительно, кому-то из подростков кино и телевидение разрушило судьбу. Не потому, что они какие-то глупые. Просто не хватает еще жизненного опыта. У них как будто завязаны глаза. Приведу вам небольшой пример. Я, как член общественного совета при Федеральной службе исполнения наказаний, часто бываю в исправительных учреждениях. И мы там проводим беседы с заключенными. Ну, прежде всего, с молодежью. И вот один молодой человек, который был осужден за хранение наркотиков, рассказал мне, как он начал употреблять психоактивные вещества. Для начала они баловались в компании. Что-то покуривали. Но после того, как они посмотрели фильм «Страх и ненависть в Лас-Вегасе», где так забавно показано, как можно употреблять наркотические вещества, у них просто сорвало барьер. Стали пробовать все подряд. И потом они не один год сидели на игле. Пока их не посадили. Создателям этого фильма на это, конечно, наплевать. А кто подражает этим героям? Прежде всего, конечно, подростки. Почти 75% тех, кто смотрит кинофильмы, кино – это подростки и люди молодого возраста. И, конечно, в этот период времени у этих людей происходит формирование определенных ценностей, формирование установок определенных, потому что главным в этом возрасте является самоутверждение. А как они могут самоутвердиться? Они могут самоутвердиться через эгоиндентификацию себя с героем, которого они видят на экране. Ведь что происходит? Когда мы приходим в кинотеатр, смотрим фильм, мы себя обязательно идентифицируем с каким-либо героем. То есть наступает так называемая эгоиндентификация. Когда я, например, вот этот человек добрый, хороший, отзывчивый, всем помогающим, а я вот эта героиня, которая употребляет наркотики, она там прекрасная актриса, прекрасный музыкант. И вот как она борется с этими наркотиками, как они дают ей определенное настроение. И это вызывает ощущение романтичности. Ру! Съешь нас всех! 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 Есть недавнее исследование о влиянии кино, в котором приняло участие более 400 молодых людей из разных учебных заведений. Более 33% из них отметили, что именно после просмотра фильмов алкоголь, наркотики и табакокурение стали более привлекательными для них. Слушай, вот сейчас вот идут ряд сериалов таких, и, ну, для молодежи... Очень хороший пример. Именно сериалы, кстати, формирует массовое сознание. Потому что сейчас вышла плеяда сериалов, где для молодежи дается определенный стиль жизни. То есть молодые девчонки веселятся, отдыхают, они утром проснулись непонятно с кем, все это весело, они тут же сделали сторис, вечером они снова на тусовке, новые встречи, новые ребята, и классная, легкая жизнь. Ну, она и не всегда классная, там есть, допустим, как сериал эйфории, когда, допустим, все очень плохо, все на наркотиках, все занимаются любовью, но это тоже привлекательно. Тоже привлекательно. То есть все равно драматургия фильма подразумевает, что ты должен создать яркость, яркий образ, яркий образ, да. И притянуть зрителя не только страдания, там должен быть все равно какой-то путь, да, значит, что, а почему нет, условно, да? Ну, вообще, я даже круче скажу, вот я когда посмотрел эйфорию, то есть если задача сериала была рассказать о том, как плохо молодежи, как сказать, в детстве, когда огромное количество соблазнов, алкоголя, наркотиков, случайных связей, то мне кажется, после просмотра этого сериала я сам захотел вернуться в детство и попробовать все то, чего я, к сожалению, тогда не успел попробовать. Конечно, это все провоцирует на то, что молодые люди и подростки могут начать употреблять психоактивные вещества. И вот совершенно недавно у меня был на консультации ребенок, которому 12 лет, он вступает в подростковый возраст, и в ходе беседы обнаружилось то, что он начал употреблять после просмотра мультфильма. И в этом мультфильме была такая скрытая, скажем так, пропаганда употребления запрещенных веществ. Вам не кажется странным, что если я сниму ролик и опубликую его, в котором расскажу, как сделать бомбу или взорвать дом, то это уголовная ответственность за пострекательство к терроризму. Но при этом, если я сделаю ровно то же самое в виде короткометражного фильма о судьбе террориста, то могу даже получить награду на одном из кинофестивалей. Если я сделаю рекламу наркотиков, то это уголовно преследуется. Но если я сниму клип, в котором главный герой явно популяризирует наркотические вещества, то это нормально. У нас запрещена реклама табака и алкоголя, но при этом можно снять фильм или сериал, в котором будет скрыта реклама этих веществ, это тоже будет приемлемо. Мне хотелось подчеркнуть тот факт, что в самом убедительном из искусств следует быть особенно ответственным в своей работе. Потому что с помощью кинематографических средств воздействия разложить и духовно обезоружить публику значительно проще и быстрее, чем используя старые и традиционные искусства. Андрей Тарковский. Интересно было бы встретиться с тем, кто работал с Андреем Арсеньевичем Тарковским. Ответственность огромная вот у этих людей. И они понимали то, что они выходят на миллионы людей и за ними, за экраном могут пойти. А ведь экран, как и икона, должна быть, этого сейчас нет, выходом в горний мир. Вот этот квадрат экрана, он должен помогать душе выходить в горный мир. Куда его тянет сегодняшний фонд кино? Наша кинематография? Наша культура рыночная? Куда? В преисподнюю тянет. Сейчас все можно, абсолютно все. И лет, сколько, лет семь или десять тому назад педагоги в ГИКах говорили, ну какой сейчас фильм без инцеста, без гомосексуализма, без лесбоса, так сказать, вот без этого. Это уже как бы и не фильм. Страшно. А вот категория свободы. Зритель, интернет. Так вот, вот эти компании, которые запускают в интернете, они же пошли во все тяжкие. Их интересует мат и секс. Мат и секс. То, чего не может пройти на телевидении. А они думают, что в интернете это будут смотреть. Будут смотреть. Так вот, мы когда вот так в фекалиях будем, будет что-то меняться. Мы еще не дошли до этого, но это будет. К чему мы придем? Ну, мы уже пришли. Если тогда Ельцин говорил, да ладно, вы хотите самоокупаемости, кинематографисты, самофинансирование, ради бога. Все, берите, вообще делайте, что хотите, у нас и без вас полно проблем. Но только проблемы-то при этом увеличились. Вот на этих фильмах возрос бандитизм, патология, простите, так сказать, ну да, патология. И если в широком смысле падение нравов, вседозволенность, она путь в бездну абсолютную. People have it, как сказал один из выдающихся представителей масс-культуры когда-то. Поскольку people have it, да, как сказать, надо всегда развивать, развивать и развивать, как сказать, провокативность сюжета, провокативность, как со способом донесения, провокативность контента, персонажей, взглядов на жизнь. И в этом смысле, кстати говоря, я уже, честно говоря, даже не знаю, куда ехать. Потому что шаг до порнографии, я вам так скажу, в некоторых сценах, некоторых фильмах, ну скорее даже сериалов, потому что сериалы сейчас это более такой, как бы, популярный такой формат, есть вещи, которые порнографию давно переплывают. Ну как бы по влиянию, по степени воздействия на человека, да, по его вовлечению, как сказать, вот в эту возможную, как сказать, да, патологическую зону, когда человеку ну хочется действительно быть таким. И это интересно. Поэтому то, что это влияет, это абсолютно точно. Часто можно услышать фразу о том, что запреты ни к чему хорошему не приводят. Но давайте вспомним уголовный кодекс. Он весь соткан из запретов. И что будет, если мы его с вами отменим? Нельзя забывать, что определение нормы границ допустимого и недопустимого формирует устойчивость общества. И чем больше мы их с вами размываем, тем больше мы идем к неминуемой катастрофе, которая разрушит все вокруг нас. Тема цензуры, она вызвала большое количество напряжений у общества. И прямо вот как вы вспомнили, была некая табуна цензуры. Вот должна быть полная свобода. Качели качнулись в абсолютно противоположную сторону. И вот сейчас вы по сути говорите о том, что вообще нужна цензура, нужен сенс. Открываю. То, что говорю и не я, сейчас буду цитировать. Прежде всего, эта цензура с латыни, это переводится как строгое суждение, взыскательная критика. Разве государство не имеет права быть взыскательным в критике, думая о грядущих поколениях, какое мы поколение создаем? Вот что писал Александр Сергеевич Пушкин. Я убежден в необходимости цензуры в образованном нравственно и христианском обществе, под какими бы законами и правлением оно бы не находилось. Нравственность, как и религия, должна быть уважаемой писателем. Безнравственные книги, а я бы добавил фильмы, спектакли, живопись, суть те, которые потрясают первые основания гражданского общества. Те, которые проповедуют разврат, рассеивают личную клевету или кое целью имеют распаление чувственности преопатическими изображениями. Далее он пишет, разве речь и рукопись, а я бы добавил и кино, и театр, и живопись, и прочее, и литература, не подлежат закону? Всякое правительство вправе не позволять проповедовать на площадях, что кому в голову придет, и может остановить раздачу рукописи. И последняя его фраза. Законы, законы против злоупотребления и книгопечатания не достигают цели закона, не предупреждают зла, редко его пресекая. Одна цензура может исполнить то и другое. Это Пушкин. Для того, чтобы строить концепцию искусства, следует прежде всего ответить на вопрос гораздо более важный и общий. В чем смысл нашего существования? По-моему, смысл нашего существования здесь на Земле в том, чтобы духовно возвыситься. А значит, и искусство должно этому служить. Искусство должно помогать человеку в его духовном развитии. Искусство должно помочь человеку духовно измениться, вырасти. Андрей Тарковский Что мы называем искусством? Зачастую то, что искусством не является. Если ты что-то создал, и это не ведет к высшему, не возвышает человека, то это можно назвать самовыражением, страданием, болью художника, его внутренним криком, но это не искусство. Человек – это тот, кто умеет делить на два, умеет отличать хорошее от плохого, добро от зла. Если убрать эти грани, останешься ты человеком? Знаете, большинство людей самостоятельно не способны принять решение какое-то. Такое, выбрать. Это вопрос выбора. Это очень трудно. Я по себе знаю, сколько лет у меня вышло на то, что ушло на то. Сколько мне пришлось испытаний пройти всяких, прежде чем я стал отделять белое от черного. Вот есть одна художница, которая простояла голышом весь день в галерее и, значит, прославилась на весь мир. Хорошо. И это все, что ли, в жизни? Что ты художница вот такая, ты можешь вот это только и все? Покажи, какой ты художник. Художник – это человек, который, собственно, всю жизнь идет по пути преодоления вот этой темноты. Темноты в себе и темноты вообще в окружающих людях. Просвещение является непопулярным ни у государства сейчас, если мы говорим о кино, именно просвещение, ни у бизнеса, потому что все заточены на деньги. Вот как ни странно, это какая-то вот прям не то, что Библия, а как это сказать, это главный приоритет показать, что все работает, все эффективно и все приносит доход. А понимание того, что сложные вещи, которые тоже нужно, наверное, навязывать людям, потому что, даже если меня будут критиковать, но человек, идущий по улице, знающий, что там дважды два, пять, и спокойно при этом надувающие пузыри с бутылкой девятки в руке, но, наверное, он имеет право так жить. У меня вопросов нет. Я не подойду и не буду специально ему говорить, ты должен быть по-другому, но, в принципе, он бы, наверное, мог жить и лучше, и интереснее, и как-то более одухотворенно, и как-то более глубоко. Может быть, еще раз говорю, не знаю, но вот этот пример с Рублевым, мне кажется, он очень правильный. Показать, что есть другой мир, показать, что есть другая реальность, показать, что есть другой способ существования. Когда ты смотришь там Сталкера того же самого Тарковского или там Германа, например, когда ты понимаешь, что тебя ведут куда-то в более глубокую, в более серьезную, в более вдохновленную реальность, вот этого, скорее всего, мало. И это как раз-таки то, чего бизнес делать не готов. Не могу я все это писать, противно мне. Понимаешь? Народ не хочу распугивать. Пойми, Данила. Опомнись, на то и суд страшный. Ведь не я это придумал. Не могу. Как хочешь, Данила, не могу. Обратите внимание, что то, что мы считали неприемлемым всего лишь 30-40 лет назад, и мы не могли помыслить, что это покажет с экранов телевизора, теперь становится нормой. Но задумываемся ли мы о том, что то, что сейчас нас шокирует, и то, что сейчас мы считаем черным, очень скоро назовут белым. В этой связи очень важно отличать черное от белого. Когда нам протягивают ложку, выбор, есть это или нет, находится за нами. все, что существовало в Средневековье, в 19 веке, вообще во все времена, искусство существовало для чего? Для того, чтобы пробудить человека человека. Зверя из человека сделать легко. Это пару минут, и человек становится зверем. А сделать из человека человека, для этого нужно потратить годы. А это что? И образование, это и кино, это и телевидение, и все, что хотите. То есть, вот я на Новый год смотрел новогодние передачи. Я зверел. Почему? Потому что, куда я ни втыкаю, телевидение не показывает только какую-то мещанскую пошлость. Если людям показывать годами мещанскую пошлость, что у них будет в головах? Они будут думать, что это лучшее, что есть, что в этом есть самая красота. То есть, это зависит от художников, конечно, от нас, от тех, кто это делает, но прежде всего зависит от тех, кто платит, кто финансирует. Поэтому, наверное, отчасти я и занимаюсь социалкой, пусть даже в жестком, таком критическом ключе. Что вот как-то так зарядилось и пошло, что они меня интересуют больше, потому что я вижу, что они действительно впрямую влияют на условия жизни, на уровень жизни, а значит и на качество, как сказать, жизни, желания, амбиции обыкновенных людей. То есть, я вижу, что мне хотелось бы, чтобы, например, было больше среднего класса, больше было, как сказать, людей инициативных, больше было людей благополучных, счастливых от простых каких-то человеческих вещей, работа, не знаю, семья, дети и так далее. Моя задача, которую я ввел в кино, а сейчас веду в театре, это как можно чаще напоминать людям, что они хорошие люди. Ну, напоминать надо. Вы хорошие ребята, вы правда хорошие люди. И если человек со всеми грехами, со всеми слабостями стоит на земле, вот если мой спектакль или мой фильм немножко вас приподнимает от земли, знаете, вот чуть-чуть, ну, понимаете, вот чуть-чуть приподнимает вас, то это уже большая задача. Я тоже считаю, что у кино должна быть миссия. Шуман говорил призвание художника посылать свет в глубины человеческого сердца. Я бы хотел напомнить нам об этом. Мы все в той или иной степени занимаемся творчеством. Так пусть наши произведения рождают свет в человеческих сердцах, объединяют нас, наполняются страданием и уважением друг к другу. Очнись, очнись, проснись, проснись. Взглянив вокруг, кто враг, кто вдруг. Очнись, очнись, проснись, проснись, где правда один на главру. У нас все готовы ради денег, в этом суть. Не важно, как добиться цели, выбран путь, мораль, забудь наживу суть, в лице твоя привлечь внимание всех. 부탁드립니다. А-а-а, я протею, а-а-а, я протею, а-а-а, я протею Напить карман, слетя по головам, а вы не суть и нос, не свой вопрос Любая связь, любая грязь, лишь бы найти почет и власть И льется мрак с экранов так, что сердце не спасти никак Ты сам не знал, не понимал, что душу-то ты потерял Взгляни в себя, в свои глаза, ответь себе, ну кто же я? Взгляни в себя, спроси, кто я? Ты увидишь, кем ты был, ты увидишь, кем ты стал Ты увидишь, кем ты был, ты увидишь, кем ты стал И увидишь, кем ты был, и увидишь, кем ты стал Все готовы, родительник, в этом суть Не важно, как добиться цели Выбран фулл, мораль, забудь наживо суть Ведь цель твоя, привлечь внимание всех Яб� я не знал, я и тебе, да habr понравographer Ты увидишь, кем ты был, ты увидишь, кем ты стал Субтитры подогнал «Симон»